Сегодня под председательством президента Шавката Морзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам увеличения экспорта и инвестиций в текстильные отрасли. Узбекистан активно развивает национальную экономику, диверсифицирует и трансформирует отрасли, привлекает инвестиции в технологическое обновление и создание новых конкурентоспособных на мировом рынке производств, внедряет международные системы управления качества сертификации. Подобная последовательная индустриализация самых отдалённых районов позволяет, во-первых, создавать принципиально новую промышленную инфраструктуру, во-вторых, обеспечивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и, в-третьих, открывать новые рабочие места, а значит, повышать доходы людей. Именно такой отраслью, со многими незадействованными резервами, огромным потенциалом для глубокого передела, успешного присутствия на мировом рынке является текстильная. В стратегии Узбекистан 2030 чётко определены меры по эффективному использованию местной сырьевой базы и развитию, основанному на передовых технологиях промышленности. К примеру, доведение объёма добавленной стоимости в промышленности до 45 миллиардов долларов и создание 2,5 миллионов высокодоходных рабочих мест. Доведение уровня переработки пряжи в текстильной промышленности до 100%. Налаживание производства 400 тысяч тонн искусственного и смешанного волокна для удовлетворения спроса на данный вид продукции. Актуальные вопросы увеличения экспорта и инвестиций в текстильной отрасли были рассмотрены на сегодняшнем видеоселекторном совещании. Отмечено, что текстильная промышленность широко распространена во всех наших регионах и обладает самым большим потенциалом для создания рабочих мест. На сегодня на более чем 6 тысячах предприятиях работают 570 тысяч человек. В последние годы, благодаря активному привлечению инвестиций и новых технологий, производительность в секторе быстро выросла. Например, в прошлом году изготовлена текстильная и швейно-трикотажная продукция на 8 миллиардов 200 миллионов долларов. Этот показатель в 4,2 раза больше, чем 7 лет назад. В 2023-м экспорт отрасли составил 3,1 миллиарда долларов. А в нынешнем сфера вышла еще на три новых рынка. Таким образом, география экспорта достигла 83 стран. И как отмечалось сегодня на видеоселекторе, важно последовательно увеличивать долю товара с высокой добавленной стоимостью в экспорте готовой продукции. И дальше расширять рынки сбыта. Увеличивать число предприятий, внедривших международные стандарты и сертификацию. На видеоселекторе на основе подобного детального анализа были озвучены огромные возможности отрасли. По заключению, Boston Consulting Group с имеющимся у нас сырьем можно производить продукцию на сумму не менее 15 миллиардов долларов и создать еще 500 тысяч новых рабочих мест. Например, цена одного килограмма пряжи в нашей стране в среднем на 28% ниже мировой. Это прекрасная возможность увеличить выпуск готовой продукции и конкурировать с ней на зарубежном рынке. Финансовая поддержка также в наличии. В начале прошлого года на проекты производства ткани, окрашивания, выпуска готовых швейно-трикотажных изделий были выделены ресурсы в размере 50 миллионов долларов. После освоения этой суммы планируется направить еще 100 миллионов долларов. Главное, что государство подчеркнул необходимость эффективного использования данных возможностей и увеличения числа проектов, рабочих мест в регионах. Один из удобных путей – открыть филиалы крупных предприятий в Махалях. Например, самаркандская фабрика «Заровшанский текстиль» открыла 11 региональных филиалов. Преимущество этого заключается в том, что нет необходимости повторно внедрять стандарт и получать сертификацию, требующую дополнительных затрат и времени. Поэтому была отмечена важность расширения подобной практики. Чтобы не ограничивать развитие местной промышленности, было принято решение не передавать текстильные предприятия введение инспекции крупных налогоплательщиков при налоговом комитете. Инспекция будет заниматься только крупными стратегическими отраслями промышленности, такими как нефтегазовое, химическое, горнодобывающее и металлургическое. Одним из важнейших вопросов для текстильных предприятий является сырье. Наша страна имеет мощности по переработке волокна в 1 миллион 300 тысяч тонн. Потому важно увеличивать его производство. А еще снижать себестоимость выращивания хлопка и повышать его урожайность. Было отмечено, что отныне текстильному предприятию, наладившему первый и второй этап переработки, будет предоставлена возможность покупать хлопок-средств у фермера по рыночной цене. Также сегодня рассмотрена деятельность хлопково-текстильных кластеров. Обсуждены предложения по их поддержке. В работе видеоселектора приняли участие более 100 предпринимателей. Президент пообщался с ними. Это был открытый конструктивный диалог. Предприниматели высказали свои предложения по строительству текстильных предприятий. Расширению практика возврата налога на добавленную стоимость за один день. Упрощение получения экспортных кредитов. Выделение дешевых финансовых ресурсов. Популяризации национальной продукции. Перед ответственными лицами поставлена задача тщательно изучить эти вопросы. Реализовать при необходимости на практике. Усовершенствовать профильное законодательство. На совещании была подчеркнута важность активизации деятельности Ассоциации Устекстильпром. Было предложено объединить Ассоциацию кластеров и Ассоциацию Устекстильпром для создания единой системы от сырья до готовой продукции. Поскольку никто не знает проблемы отрасли лучше, чем бизнесмены, Ассоциация будет управлять совет, состоящий из предпринимателей по каждому направлению сферы. Отмечалось, что Ассоциация должна помочь кластерам и текстильным предприятиям увеличивать производство, инвестиции, расширять экспорт и рабочие места, наладить комплексную систему работы с брендами, расширить количество экспортеров с международными сертификатами, привлечь ведущие сорсинг-компании, бренды и ритейлеры, а также проводить масштабную рекламную деятельность в странах Европы. Также было предложено создать исследовательские группы в кластерах для того, чтобы обеспечить неразрывную связь науки и практики. По обсужденным на видео с электронным совещанием вопросам были заслушаны доклады ответственных руководителей. Продолжение следует...